Ребята, выдался такой веселый день, соответственно, обзор тоже получился веселый. И день выдался настолько веселый, что на следующий день утром я проснулся, и у меня татуировка на лице, но я даже не помню, как я ее сделал. Ну, в общем, что получилось, смотрите сами. Всем привет, с вами Бахус, и это самый честный канал об алкоголе. И сегодня я расскажу вам три мифа об абсенте. Но прежде чем я начну, я скажу, что я уже обозревал абсент. Ссылочка будет в конце видео и в описании. Давайте перейдем к самим мифам. Первый миф связан с тем, что производство абсента якобы запретили за убийство. Это неправда. Откуда пошел этот миф? В начале 20 века некий рабочий Жан Лафрей, якобы напившись абсента, убил свою жену и своих детей. Кстати, об этом я тоже говорил в обзоре на абсент. Но это неправда, потому что кроме абсента он выпил еще кучу всякого алкоголя, в частности вино. И после этого убийства поднялись митинги, в котором сказали, что абсент делает человека агрессивным. Это не так. Это не так. Абсент делает человека агрессивным не более, чем любой другой алкоголь. Тем не менее, протестующие добились своего запрета. И почти на 5 лет производство абсента было запрещено почти во всех странах мира, в котором мы живем. Через 5 лет люди все-таки одумались и сняли этот запрет. Так что эта история, это не совсем правда. Как и не является правдой то, что абсент является галлюциногеном. Грустненько, да? Про абсент ходят всяческие мифы, что там он вызывает галлюцинации, там содержится туйон, который является галлюциногеном. На самом деле это немножечко не так. Туйон, который там содержится, это нервно-паралитический яд. Именно яд. И никакое сходство с галлюциногенами тут не имеет места. И именно из-за этого раньше, когда перепивали абсента, люди буквально умирали, когда немножечко перебарщивались с абсентом. Потому что туйон, как я уже сказал, нервно-паралитический яд. И если его будет больше, чем 45 миллиграмм на килограмм веса человека, это уже смертельная доза. Сейчас так не получится сделать, сейчас не получится напиться абсентом до смерти. Потому что содержание туйона гораздо меньше. Правильно? Да. А третий миф в чем состоит вообще? Третий миф связан с тем, что абсент это напиток для какой-то элиты, для творческой элиты. На самом деле, когда абсент стал популярен, когда он пошел в массовое производство, абсент пили все. От мала до велика, от маргиналов до ремарка. И многие известные личности восхваляли абсент. Например, Шарль Бадлер. Кстати, если вам нравятся цветы зла, обязательно пишите в комментариях. Я обожаю цветы зла. Вот. Хемингуэй, ремарк. Но в наше время уже не получится попробовать такой напиток. Потому что раньше содержание туйона было 60 миллиграмм на литр напитка. Сейчас 10. То есть зеленых фей в 6 раз меньше. Сегодня у меня бутылочка абсента, абсент Таннел. Один из самых популярных абсентов. Я уже снимал, как я уже говорил, на него обзор. Говорил, как его стоит правильно пить. Но сегодня я сделаю это еще раз, к сожалению. Цвет. Зелененький. Такой свежий, свежий зелененький. Аромат. Ну, аромат полынь. Но если говорить более приземленным языком, то это похоже на сироп от кашля, который продается в аптеке. И, кстати, в Швейцарии в одно время абсент продавали как средство по лечению кашля. Можно я не буду его пить, пожалуйста? Дорогие подписчики, честно, я очень не хочу сейчас пить этот абсент. Но так как вы оставляете очень много позитивных комментариев, хвалите наш канал, подписывайтесь. Я это сделаю ради вас. Я уже его пробовал. Давайте попробуем еще раз. Все нормально. Абсент вкусный. Ну, как я уже говорил в обзоре, во вкусе не чувствуется ничего, кроме полынь. Но это правда вкусно. Это правда вкусно. Единственное, что много этого напитка вы выпить не сможете. А на этом у меня все. Я рассказал вам сегодня три мифа об абсенте. Немножечко пригубил абсента абсентану. Кстати, если вы захотите прицениться к нему, ссылочка будет в описании. Пишите в комментариях, любите ли вы абсент. Может быть, вы еще какие-то мифы знаете. Или, может быть, вы хотите со мной поспорить, что какой-то из мифов на самом деле не миф. До новых встреч. С вами был Бахус. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.